Добрый день дорогие зрители канала Марина Цветы. Сегодня 29 января и я уже практически пересадила стерильную рассаду баклажан. Остались буквально последние проростки баклажан. Замачивала я методом стерильной рассады 12 января. У нас есть об этом видео. Первая вышла в плейлисте о рассаде. Сейчас 29 января и я уже практически закончила пересадку стерильной рассады. И хочу вам несколько слов рассказать, что же мы делаем дальше. Стерильная рассада прошла первую фазу, когда семидольные листочки пробивают землю. Иногда угроза черной ножки или других бактериальных вирусных заболеваний уничтожает проросшие наши семена. Это очень конечно обидно. Используя вот такой метод стерильной рассады, который я вам рекомендую, особенно в этом году, потому что прошлый год дал очень много рассада у многих погибла. Вы мне писали из-за черной ножки. Это и проблема грунта может быть. Посмотрите, вот я просадила проклюнувшиеся семена. Высаживала я их в сухой грунт. Вот здесь видно, что сухой грунт для того, чтобы не повредить корневую систему. И теперь проливаем между рядьями. Используем вот такой метод, как я вам советовала. Капельный полив с помощью трубочки, бутылочки. Вы уже знаете, так поливается и рассада, особенно цветы, когда у вас много контейнера. Так очень удобно. И проливаем между рядьями. Полив рассады должен осуществляться по возможности не под корень. Потому что в этот период, февраль, январь, если вы высеваете, света мало, прохладно и большая угроза черной ножки. Поэтому высаживая вот так вот рядами и проливая между рядьями, мы помогаем корневой системе углубляться вовнутрь, она прорастает. И не будет так развиваться черная ножка. Мы начинаем подкормку нашей рассады не раньше, чем появятся настоящие листья. Это листики семидольные. Они еще не являются фактором вегетации, что растение уже, ну как бы, подросло. Это только такой период начала роста. И перец и баклажаны, дорогие друзья, мы можем с вами пересаживать в дальнейшем в другие контейнеры. Но пикировать эти растения мы не пикируем, потому что у перца и баклажана не стержневая корневая система, а мочковая. Пересаживать вы можете аккуратно, захватив корешок и растение ложечкой или каким-то приспособлением. И пересадить в дальнейшем, например, в стаканчик или в какой-то контейнер. Но вы должны знать, что перец и баклажаны при любой пересадке или стрессовой ситуации замедляют рост на 2 недели. И очень часто эти растения просто сидят в грунте и не растут. Поэтому, когда появляются уже настоящие листики, вы можете делать подкормку. Но так как мы стараемся подкармливать органическими веществами, у меня есть плейлист Дедовские рецепты. Вы можете посмотреть, что очень хорошо помогает растению в этой фазе. Можно еще использовать подручные отличные средства. Например, перекись водорода. Это у нас подпитка растения кислородом. Особенно это для корневой системы важно. Вот перца, баклажан, синий, ну и цветов в принципе. Разводим 1 столовую ложку на литр воды. И то же самое можете проливать в междурядье. Это будет помогать растению, как бы такой стимулятор будет роста. В зимний период это очень хорошо. И перед закалкой растения. А также можно использовать обычный наш атерный спирт, только в маленьких дозах. Если обычно взрослое растение я обрабатываю и подкармливаю 1 столовая ложка на литр воды, то для рассады достаточно будет 1 чайная ложка на литр воды. Это также способствует избегать черной ножки, вирусных, бактериальных заболеваний. И наш атерный спирт содержит азот. Это то, что нашим растениям надо в начальной фазе вегетации. Если у вас в доме получается так, что цветы или рассада заражена белокрылкой, паутиным клещом, то наш атерный спирт, проливая по грунту, тоже очень хорошо помогает растение. И теперь я хочу посоветовать использовать вот такие бутылочки еще из подмоющего. Ими тоже очень хорошо поливать. Очень аккуратно. И в междурядьях вы тоже можете пролить. Вот обычная бутылка. Хорошо ее промойте. И тоже очень удобно проливать. Вода должна быть отстоянная, теплая. Растения мы помещаем на самый светлый подоконник в такой период. Если у вас есть фитолампы на канале Марина Цветы, плейлист аксессуары для сада, огорода, я помогу вам выбрать лампы определенного спектра для каждой фазы вегетации. Если у вас нет фитолампы, хотя бы первые три дня подсветите настольной лампой. Можно даже в течение суток. Белый спектр помогает всем видам растения укорениться и хорошо прижиться в такой очень сложный период. Посмотрите, сегодня 29-е у меня января. Но видео выйдет с большой задержкой. Синие у меня уже пересажены после стерильной рассады. Синие задерживают рост, чтобы вы знали. Это действительно перцы и синие. Поэтому это буквально единственное растение овощное. Вот перец и синие, который мы можем выращивать достаточно рано, январь-февраль, без ущерба для растения, для его вегетационной фазы. Потому что растение может остановиться в росте. Дальнейшие свои действия я вам буду показывать, надеюсь, в текущем режиме. Я использую вот такие молочные контейнеры или контейнеры из-под сока, если у вас дети пьют такие детские соки. Если нет, используйте экран, подсвечивайте фольгой. И вот так вот, поставив растение напротив окна или напротив лампы, подсветка идет с двух сторон. Растение не наклоняется. И хорошо себя чувствует. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте класс, поделитесь этим видео в соцсетях. Для начинающих огородников многое будет интересно и важно. Подписывайтесь на канал Марина Цветы. И я вам желаю хороших урожая. Субтитры сделал DimaTorzok